В Одессе продолжается проверка соблюдения правил работы в красной зоне карантина. Сотрудники полиции вместе с Госпродпотребслужбой проинспектировали очередное заведение общепита на фонтане. Прежде всего, правоохранитель интересовало наличие ковид-сертификатов у всех работников ресторана. Кроме наличия вакцинации у работников, учреждение должно быть полностью обеспечено всеми средствами индивидуальной защиты для работников, а также средствами дезинфекции. Отмечу, что помимо вакцинированного персонала в условиях красного уровня эпид-небезопасности рестораны должны обслуживать только вакцинированных посетителей. В том случае, если люди не имеют сертификата, им будет предложена еда на вынос. Далее сотрудники полиции, а также Госпродпотребслужбы направились в заведение на проспекте Шевченко-16. Там, как и в прошлом заведении, нарушений не оказалось. Персонал полностью вакцинирован, а на рецепции проверяют ковид-сертификаты у желающих отдохнуть после рабочего дня. После проверки всех документов и санитарных требований полицейские провели брейн-ринг для персонала и напомнили о правилах красной зоны карантина. Какие документы позволяют находиться с уведомлением в этом закладе и, по сути, функционировать в этом закладе? Если бы недавно переболели, не прошло еще полгода, есть справка от врача, который это подтверждает, с печатью и с подписью, тогда мы пропускаем в действие. А какие еще документы есть? ПЦР-тест обязательно 72 часа. С момента какого? С дачи. С дачи. С принятия анализа. Да, и еще что? Вакцинация, сертификат о вакцинации, обязательно зеленый сертификат о двух вакцинах. В результате проверок ресторанов на Фонтанской дороге 77, а также на проспекте Шевченко 16 и правоохранители и специалисты Госпродпотребслужбы убедились, что эти места соблюдают правила постановления главного санитарного врача Украины. Напомню, что за нарушение грозит немалый штраф, как для посетителей, так и для администрации заведения. Василий Базовлук, Игорь Исаенко, Константин Нищерет, Герасим Олесенков, Телеканал Репортер. Игорь Исаенко, Константин Нищерет, Герасим Олесенков, Телеканал Репортер.